Во имя Царь Ирина и Святаго. Сегодня в рядовом послании апостол Павел своему ученику и духовному сыну Титу пишет такие слова. Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но сквернены и ум их, и совесть. Что это значит? Как мы можем это понять? О чем здесь апостол ведет речь? Если человек совершает какие-то грехи, то он скверняется, и поэтому, даже если он и приобщался к какой-то святыне, то она его не освящает. Он остается таким же нечистым. И ум его, и совесть. И вот про таких апостол говорит, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, не способны ни к какому доброму делу. Человек, который грешит, его добрые дела Богом не приемлютятся. А никакое доброе дело нельзя сделать без помощи Божьей. Даже если человек хочет сделать что-то доброе, но сам от своих грехов не отрекается, то даже то доброе дело, которое делают, оно совершается им во зло. То есть конец не бывает добрым. Поэтому очень многие родители сетуют на своих детей. Сколько я для него там сделал или сделал, а он вон каким вырос. Если человек сам живет в грехе, то даже если он сколько бы он детей не воспитывал, старался им что-то привить доброе, это ничего не привьет. Все равно все остается нечистым. В силу греха. Поэтому, если мы хотим, чтобы был какой-то результат добрый в нашей жизни, мы должны очищаться от своей грехи. И далее апостол Павел раскрывает, как это должно быть. Говори то, что сообразно со здравым учением. То есть, если о чем-то рассуждаем и говорим, то чтобы это было согласовано с Евангелием. Потому что часто мы и советы друг другу даем, и так далее, исходя из такого мирского здравого смысла, и часто это бывает противоречие между тем, что хочет от нас Господь. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старцы одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицалось Слово Божие. Почему начинает он именно со старцев и старцев? Ну, имеется в виду старушек. Тут так в более подчетной форме выражено. А потому что им скорее идти на суд Божий, чем молодой. Поэтому начинает именно с ней. Потому что особенно бывает неприлично, когда человек пожилой ведет себя несоответственно Слово Божие. К чему начинается Слово Бдительное? К чему бдительное идут? Не то, что за всеми подглядывать, наблюдать, а прежде всего за своей душой. Что там творится, что происходит. Потому что очень часто бывает, что старый человек по своей немощи совершенно перестает думать вообще о спасении своей души. только на уме у него одни внуки, да дети, да там заботы о теле и так далее. А заботы о душе нет. Поэтому апостол Павел начинает именно с этого. Чтобы были бдительны и учили молодых Слово Божие. Юноши, так же увещевая, быть целомудренными. Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посраблен, не имея ничего сказать о нас худого. Вот надо стараться так свою жизнь проводить, чтобы даже, если кто и захотел сказать о нас худого, чтобы ему пришлось сочинять. Чтобы не было ничего такого, за что можно было зацепиться в нашей жизни. Наша жизнь должна быть безукоризненной. Рабов увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всякую добрую верность, дабы они во всем были украшением учения спасителя нашего Бога. Да, тогда, 2000 лет назад, были рабы и хозяева их, и один человек мог быть собственностью другого человека. И тот мог с рабом делать что угодно. Может его продать, может его собакам скормить, и так далее. И вот апостол Павлович считает, чтобы раб был вот так послушным своему господину. И не красть. Служить ему. И не говорить о том, что какой хозяин хороший, добрый. А мы даже просто часто человеку, старшему, начальнику по работе, относимся и с пренебрежением, и с хулоем, а уж с работы украсть чего-то, это вообще не считается из-за греха. Поэтому вот какое, к сожалению, с тех пор произошло падение нрава. А должно быть наоборот. Если мы хотим жить христианским, христианским, мы должны в жизни свою управлять по слову Бога. Угождать во всем и не прикосновиться. Потому что очень часто на какую-то просьбу человеку, ему не хочется делать, он начинает возражать. Это мы видим во всех. Не только в подчиненных, но и в детях, и в внутренних, и в отношениях мужа и жены. Всегда прикосновения. То есть всегда возражения, всегда контраргументы, и так далее, и так далее. Что разрушает любовь и единство, и является грехом. Поэтому если мы хотим, чтобы наша жизнь провождалась согласно Евангелию, то мы должны этому подчиняться. Потому что апостол Титул пишет, чтобы не порицалось Слово Божие. Потому что раз так Богом установлено, это и есть закон Божий. Если мы нарушаем, то мы совершаем грех. Если мы совершаем грех, то мы живем в нечистоте. Если мы живем в нечистоте, то никакое наше доброе дело, оно не станет добрым. Оно обязательно превратится во зло. Ведь ложка дегтя портит бочку меда. Вот так и мы. Может быть, по своей натуре, будучи и добрыми людьми, но если мы согрешаем, клеветой, прикословием, осуждением, нецеломудрием, то все вокруг нас обращается в нечистоту. И вот апостол Павел так учит своего ученика Тита. Вот, ну а вместе с ним читаем и мы этому учимся. Помоги нам в этом фото. Спасибо.